И открывает наш топ на 11 месте Uncover Legendary Location. Нажмите Ctrl G на карте мира и все легендарные места будут обнаружены и отмечены. Маркировка исчезнет после перезагрузки. Мод, полностью уничтожающий интерес к разведке. Самое последнее место, потому что вы найдете легендарные локации в любом случае при должном упорстве и знании алгоритмов появления. Десятое место. Removable Upgrades. Позволяет убирать подшивки с брони без их разрушения. Тупо и бессмысленно, как по мне. То есть в ваниле ты просто заменяешь подшивку на другую и заменяемая рушится. Здесь же халява слишком лютая относительно золота, но невозможности, как я считаю. Девятое место. No Requirements for Retuneer. Мод напрочь, убирающий требования для найма того или иного мирного спутника. На скриншоте мы видим, что до установки мода был закрыт последователь Бандит, так как я ни разу не грабил караван. Мода мы можем его нанять. Не грабим ни одного каравана. Важное уточнение. Мод не работает, если вы не измените название файла. Так должно выглядеть название мода. Восьмое место. More Retuneer Member Slots. Расширяет количество мирных спутников до 10. Изначальное количество равно 5. На таком далеком месте, потому как 5 вполне хватает для комфортной игры. Важное примечание. Мод работает даже без необходимости и начинает новое прохождение. Седьмое место. Tryout Talents. Наверное, каждому приходила мысль о бесполезности стандартной проверки братка за деньги. Веб показывает, есть ли у него какие-либо черты, и если есть, то какие. И на этом все. А хочется узнать, где у парняги звезды. Этот мод дает такую возможность. Думаю, любой человек, даже не игравший с данным модом, сможет вообразить, сколько золота сэкономится. Есть вариации данного мода. К примеру, стандартная стоимость проверки братка или же удвоенная, чтобы хоть как-то компенсировать такую проверку. Также после того, как нажали проверить братка, следующее нажатие по той же кнопке увольняет рекорда без дополнительных трат с вашей стороны. Круто, не правда ли? Почему вы все лишь на таком месте? Я дам вам ответ. Данный мод ускоряет вашу вербовку правильных ребят. Например, во времена до всех этих модов, функций проверки на трейты, мы как делали? Просто нанимаешь братка и смотришь, что он из себя представляет. Если не хочешь, то увольняешь. Копишь деньги, ищешь следующего рекрута, который ты хочешь. И так по кругу, собственно. Ну и еще можно, конечно, сейв скамить, загружаться потом обратно. Шестое место. Craft More Potions. Отвратительное святотатство анимод полностью обесценивает события с монахом на производство святой воды против нежити. К тому же события с ведьмой, которая встретишь тай боги рандома раз в нескольком прохождении, и на том спасибо, тоже обесценилось. Теперь при наличии денег просто купи у таксидермиста и ходи довольный. Например, чтобы сделать вот столько святой воды, мой монах потратил кучу дней. Здесь же просто купи венца, приди заплати полтосика и готово. Не говоря уже про подкачку статов с помощью изделия ведьмы, которые теперь в свободном доступе просто занеси 2,5 тысячи. Однозначно нехороший мод, для работы требуется другой мод, идущий следом от того же автора, и называется он Craft Named Weapons. И на ту же ступеньку поставил Craft Armor and Shield, ибо суть у них одна. На пятом месте расположились сразу два мода от одного автора, потому что суть их у них схожа. Не везет на выпадение уников, а караваны ты почему-то не водишь? Это просто собери необходимые компоненты и создай необходимую вещь, будь то обычные вещи или же уникальные. Хоть и называются крафтами нового оружия, обычно тут можно тоже сделать. Рисуются в различные версии мода для крафтового оружия, разница в затрачемых ресурсах для уника. Для работы Craft Armor and Shields требуется Craft Named Weapons Mod. Четвертое место – No More Permanent Injuries. В то время еще до прихода мододелов Battle Brothers часто сет его на то, что любимый браток загублен перманентной травмой. Не какой-нибудь там выбитый глаз у танка или срезанное ухо, нечто по-стоящему жесткое, по типу сломанное колено или поврежденное легкое. Вот вы сгрузите его няти братка, предварительно заплатив за все то, что он сделал для вас. Или нет, если вы свинья, не ценищая своих братков. Или быть может вы викинг, отправляющий своих коллег в последний путь. Не важно. Так вот, данный мод сделает все перманентные травмы всего лишь долгосрочными. В конечном итоге браток выльчится от перманентной травмы, как от обычной, хоть и займет это много больше времени. Четверный мод однозначно, ибо игра обычно наказывает за твою безалаберность тебя либо смертью братка, либо если выживет перманентной травмой. А тут мы просто стираем свои ошибки, получается. Третье место – Lifetime Stats. Трудный выбор был за третье место, но все-таки решил, что данный мод больше заслужит его. Мысль мода в том, что статы поднимаются при выполнении условий, обозначенных модом. К примеру, пройти 40 тайтлов и получая одну выносливость, можно доходить до пределов плюс 10 выноса. Или одна ближняя и дальняя атака за 30 промахов по врагу. Можно получить до трех ближней и дальней атаки. Мод у меня не работает, но не вставить его все-таки не мог. Второе место – Level All The Skills. Прокачка всех скиллпоинтов сразу при повышении уровня. Ну, простой мод, что еще добавить. Важно, что данный мод нужно не просто закинуть в папку Data, но и разархивировать. Обычно вы прокачиваете только три характеристики, здесь же просто все 8 поднимаете сразу же. Не важно, сколько у вас там на ролл его. Роллы он не меняет. Первое место – Breditor. Добавляет параметры для настройки характеристиков, талантов, зерков, наемников и многое другое уже внутри игры. При нажатии на Shift плюс X выводит панель настройки. Короче, можно настроить братков под себя как угодно. Если на этом были моды, убирающие травмы или дающие возможность крафта оружия, тут все это сразу, в принципе, есть. Можно выставить что угодно, какие-то трейты, добавить шмотки, то есть убрать какие-то трейты. Есть даже возможность боя со зеркальной своей армией, то есть работать на ваниле, на легендах же не смог запустить, к сожалению. Считаете ли вы, что следует соблюдать баланс, заданный разработчиками, или каждый волен сам менять его под себя? Ну и если вам интересны такие моды, ссылка на скачку в описании. А как их устанавливать было в другом видео. Ставь лайк за топовое английское произношение. Ставь лайк за топовое английское произношение.